Такой дегустационный тест-драйв, там тест на мужика, там чё-нибудь такое. Ну и чё, Лёш, съёмка пошла. Ну что, мои маленькие любители кулачных боёв, чтобы руки были кипятильники или кувалды, все дела. Так довелось, что я буду с топовыми бойцами знаете кого? Ой, по названию уже запонятно, с бойцами топ-дога. Я буду с тремя ребятами, которые покажут, расскажут тонкости, нюансы, что такое кулачка. В принципе, нужно ли или не нужно заниматься ею, подводные камни расскажут вам. Как можно укрепить систему, там, я не знаю, мизинчикового пальца, чтобы связка держала как следует, ты можешь блокировать удар одним мизинцем. Можно ещё ногой отрастить, ну чтобы вообще ещё резать. А тебя-то проверят, например? Может быть, меня проверят, там, знаете, здесь такой дегустационный тест-драйв, там, тест на мужика, там, чё-нибудь такое. Ну, ребята такие, бля. Любят помахаться профессионально без защиты на руках. А что вот, давайте сейчас кого-нибудь представим. Самое главное, зацените усы. Стилёк усов, аккуратный, блондинистый, красивый, взгляд вдаль. Расскажи о себе. Как зовут, сколько лет? Меня зовут Игорь, по прозвищу Емеля. 30-летний. База бокс. А это что за группа поддержки? А это группа поддержки, которая тоже будет сейчас участвовать. Здравствуйте, меня зовут Николай Чебесок. Сколько лет? Мне 30 лет. А, короче, все возрастные. Ну, как возрастные? Ну, это такая хорошая уже, качественная такая школа. Мужчина сам рассветит сил, да. Ну, молодёжь, наверное, 35-ти считается. Так что мы ещё разглядим молодёжи. Молодой, перспективный. Давно кулачки? С самого начала, 4 года. А до этого база какая? Бокс. У нас бокс, с олимпийским боксом. Меня зовут Денис Дула. Я, помимо того, что боец, ещё являюсь комментатором лиги Топ-Дог, мне 31 год, я не возрастной, я юн. Юн и молод, так что ещё себе рассказать, как я залетел. Это получается, ты можешь лингвистическую атаку произвести. Не только типа кулачка, но ещё красиво. Никаких бы нелингвистических атак не будет. Именно словесно размотать человека. Комментатор, знаешь. Только не его. Ребят, как у вас обычно тренировка начинается? Начинаете с разминки? Начинается с просыпания. О, классика жанра. Должен встать, 7 утра. Если ты встал, ты победил. Самое главное, боль это только в голове. Остальное всё это матрица, пацаны, там что-нибудь такое. Сейчас наши самцы-доминаторы покажут, что нужно в кулачке улучшать. И, наверное, с каждого попросим по упражнению. И всё. И вы, соответственно, тоже сейчас улучшитесь. Начнёте мониторы громить. В барах начнёте, наверное, тоже осаду творить. Там скидки просить. Ну, короче, всё для вас. Как и в классическом боксе, нужно закачивать предплечье. Потому что чем шире у тебя предплечье, лобада, тем сильнее ты можешь бить даже без кулачки. Классический гриф. Руки чуть болят после боя. Ты её прямо на пальцы накидываешь, на кончики пальцев. Всё, да. Смотри, у тебя, по-моему, запясться, я тебе скажу, оно не маленькое. Я чуть-чуть качаюсь. Ну, у тебя в общем даже. Вот смотрите, ребят. Зацените. Вот, к примеру, моё друщевое молочное. И вот. У него на пару сантиметров, наверное, будет больше. Причём, у тебя это с детства такое? Ну, из детства. Наверное, от спорта. Чтобы бить. Крепкое запястье. А на данный момент сейчас у тебя травма чего? Травм нету. На данный момент. Это была операция. Вторую пястную кость у меня была сломана. Скорректировали, да? Да, сделаем. Ну, это, соответственно, также в другую сторону. Набивка. То есть каратисты, видел? Да. Кио-кашинкайцы. Они бьют, набивают все предплечья. Подожди, прям вот типа... Вот, как карата. Денис. Денис тренируется со мной. Ага. Вот. И мы используем такие вот вещи. Покажите. Блин, круто. Я бы попробовал бы подержать. А все подряд? Именно как набиваете вы? Для понимания. Да не так вообще. Ты пока сам... Да куда попал, туда я бью. Что подставил, туда я... Суровая школа. Куда попала, туда я попала. Бла. Упражнение заслуженного тренера России Чехова Олега Владимировича. В общем, встаем на кулачки. Давай. Я тоже... На один кулачок я уже вставать не могу. И начинаем вот так вот разводить в стороны. И вот так вот по разным сторонам еще. Но это надо как раз на твердой поверхности, получается, делать. Не, нормально. Хорошо. На мягкой тоже неплохо. Руки чуть-чуть увядают и подкачиваются кисти запястья. Ну, скажу, вот здесь мне неприятно прям, ну, прям больновато делать. Потому что идет и такая легкая ударная тема, ну и кожа такая, типа, нежно-молочная. Страдает. На улице часто узнают? Типа, совсем в общем. Вчера в клуб ходил, охранники узнали, провели без очереди. А есть такое, что типа, знаешь, когда в клубе... Типа, братишка, только не по печени, знаешь, типа... Народ как реагирует? Давай спуткаемся, или давай, типа, ну, или как-то... Вместе видео одно. Да нет, это нормально видео. Че, так кого-то... По глазам видео, кто-то, ну, или целоваться лечит, да. Ну, чел, ты кто-то где пристал, ты сказал, слышь, пошел вон, втащил. Я говорю, типа, то, что я тебе никого не посылал, я говорю, типа, подходите ко мне. Ну, муж, женой. Да, где-то втащил? А и муж, и жене? Нет, у тебя мужа, она подбежала. Я думаю, что, я смотрю, что... Че-то не то. Да, по глазам... А вдруг у нее нож? Не целоваться идет ко мне, тоже. Тоже? Леща, леща. А, ну, все, джентельмен. Нет, нет, нет. Вопрос? Нет, нет, нет. Это джентельмен. Ничего, нет, ну, это культура, это прям... Они лежали, я не допивал. Красава. Стоял в Сочи, был у нас турнир, и вот в ночь перед взвешиванием я уже обошел все бары, которые там были. Рядом со мной куча незнакомых людей, мы стоим в последнем работающем баре, и тут какой-то кипиш происходит рядом со мной, и там охранники были дагестанцы такие, и один такой идет, что ты сказал, ты ебываешься? Я вот так вот стою, и меня просто сносит волной, вот, а у меня еще только сняли спицы с руками, я просто сносит вот так вот не ударом, а кучей ударов, волной, я падаю, естественно, у меня срабатывает режим, что полетели, вот единственное, что я помню, я вскакиваю, вижу лицо, и вот этой сломанной правой рукой прям туда бат, и все, я помню кучу малую, я падаю, стою, падаю, стою, падаю, стою, в итоге, конечно, я проиграл решение, проиграл. Дагестанским решением? Не, большинством дагестанцев, да. Но троих я снять успел, но в итоге все-таки не за мной было решение, но как есть. Ну это стиль, я тебе скажу, нечесть, а у тебя? Ребят, я спрашиваю тебя, с кем можно в спарринге постоять, типа, аккуратно? Аккуратно? Ты с ума сошел? Чего, знаешь, меня сейчас чуть не втащили просто за слово аккуратно. А может их закачать вначале, а потом спарринг делать? А, чтобы они не фреш были? Да. Делайте по желанию, это будет ничего сложного. Прямо отжимай, пожалуйста. Имели вообще не сторонник железа, не использует в подготовке. Я железо пью. Таких упражнений ты не можешь перекосить, потом вот так вот? Брата, мы подготавливаемся. Зачем ему машина, если он сам машина? Чувствую, ебасусины полетят крепче и стабилизирование, короче. Просто удар будет крепок и качественен. Тебе так нужен кауч, а, чтобы учиться брать, а, чтобы умножить паунс, а, забирать делим вклад. Мы решили, что по минуте будем, голову, наверное, бить не будут, но может просто указывать, показывать, типа, и я буду без отдыха. То бишь, один минуту поработал, потом второй минуту поработал и третий. Страшно, что могу сказать, мне страшно. Да, внимательнее имею, собрано, собрано. Поехали, старт! Поехали, старт! Кулачка, это быстрый бой. Мира, облада, блин. Блин, не пойти нахуй встали, блядь. Просто нахуй встал. Пошкать, башкать! Хали! Гога, у него корпус открыт. Используй, используй. Ибас, он элегант, ты, нахуй. Вау, вау, корпус открыт у него. А ты подойди! С прыжка, с прыжка залетай в корпус. С прыжка? Левый в голову, отрекай правый корпус. Бога. Давай, почти. Давай, давай! Не почувствовал, да, наверное? Не, подожди, а ты же говорил, типа, не любишь кулачных бойцов, типа, размотающих. Ай, не хуя, ты провокатор делал. Все, ты, сверху тебя, продолжай. Что, второй круг, идем? Водички. Не обращай. Ебать. Просто начистили, баску, смотри, поглумились, блядь. Ну, как они вообще? Да уровень, мужик, что как? Это профики. Один, такой прям, отхлестал корпус, другой разъебашил по-быстрому, третий вышел на аристократии. Ебануться. Три стиля, блядь, меня сейчас нахуярили. Я доволен. Это было прикольно. Парням еще раз спасибо, ну и топ-догу, что предоставил всю эту движуху. Ждите все турниры топ-дог, всегда ярко, красочно. Приглашаем вас, обязательно приходите, а то я слышал, смотрели нарезки, а на турнире не были, как так. Залечу, если Даня там тоже будет, все вы будете. Будет он, конечно, ведет эти шоу, я там буду, и они там будут, поэтому ждем. Приходите все, это очень круто, ребят, все, всем счастливо, спасибо за съемку. Спасибо. Да, я не могу. Это было, пока.